И всем привет, с вами Ростиксен. Сейчас расскажу про токен S, я его хранил на 670 долларов, 500 долларов я получил от S и 240 в airdrop, как за хранение токенов Ростиксен. Теперь кто такой Снехур? О личности я думаю это важно. Снехур очень запоминающаяся личность. Я бы сравнил его прям с Моргеном. Как будто очень пути похожи, особенно в медийке. Постоянно какие-то конфликты, смешные, интересные ситуации, за которыми интересно наблюдать. И самое главное дела. Снехур неплохо так арбитражит, мы можем там покошили, отследить сколько он зарабатывает. То есть, идем дальше. S у меня на счет 70 долларов, как я сказал, я его буду хранить дальше и даже увеличивать позиции. Мы видим график. Ликвидности, между прочим, 170 тысяч долларов. И она заблокирована. И теперь я уже расскажу о самом токене. Это рубрика вообще на моем YouTube-канале. Какие монеты я храню, до этого я рассказывал про Omni. Сейчас про S. Такс. Мы переходим на сайт токена. S арбитражник и флиппер. S это монета S. И S относится к ней серьезно. Действительно серьезно. Это видно по постам, всему остальному. То есть, это проект в долгую. Базированно. Каждый месяц S на 10% своей прибыли покупает монеты с рынка и сжигает. А также 10% определяют холдеры S. Я об этом вам сейчас чуть позже скажу. Вот столько. Я даже не знаю, что это за число этих монет. И 2% одно сжигается. 1% зарплата. Цель сжечь все токены. Уже сожжено довольно много. Можете в комментах написать сколько. Я что-то не шарю сколько. Такс. Скоро будут игры. S ждем. Так, что у нас еще есть? Контент реварды. Кстати, между прочим, по 10 баксов платят за 10 тысяч просмотров на YouTube. Шортсы. Так, теперь идем... А, вот самое интересное. Награды имеют следующую структуру. То, что 30% среди держателей 20 плюс триллионов. 30 среди 10 триллионов. Вот тут видно. И главное не продавать. Переводить. Участвовать во всех батареях. И участвовать в минимуме в одной игре. Вот давайте пример. В 2014 году. 122 тысяч он заработал. И 10% от этой суммы 12 тысяч долларов. 2 держателя получили по столько. 8 держателей по столько. 20 держателей. По 120 долларов. Притом, это неплохо. Когда мы видим, что... Сколько? 1 триллион эсов. Это, ну, 400 долларов, грубо говоря. Да? И за 400 мы получаем, по сути, 120 баксов. Ну, при таких условиях. Что-то я... Я бы скажу, я немного не речу. Потому что я хочу прям... Хорошо вот этот видосик сделать. Потому что... Кэсу у меня уважение. Я ему хочу кто-то помочь. Защитить свои... Инвесмент. Между прочим. Токен эс, да? Нормальная такая сумка. Вот. Ну, ну... Вроде все основное я сказал. Верю в эсо. Верю, что все получится хорошо. Действительно. Вижу, как эс серьезно к этому подходит. Меняет какие-то правила в лучшую сторону. Как, например, до этого у него было, что... Он добавлял в ликвидность... В ликвидность добавлял 10% своего профита. Его тут... Ликвидность, как видите, смотрите. Капа 300 тысяч. А ликвидность 177 тысяч. Вы где-то такое видели? А сейчас... То есть он сделал нововведение. То, что он сжигает 10%. То есть выкупает на рынке. То есть тут будет свечка, да? И он выкупит. Цель, как мы видим, сжечь все токены. Пока что холдеров не так много. 250. Думаю, все впереди. Еще много интересного я приготовил. Притом, кто знает эсо. То есть он не особо рисковый человек. Как сказать, не особо рисковый, да? Кто-то, допустим, как скручь влетает там на какую-то огромную сумму. То сняхру просто спокойно, не превышая рисков. Арбитражит, получает плюс. Не превышая рисков. То есть, да, у него определенная стратегия. Скажем, относительно медленное движение, но просто вверх. Такое. Понимаете, да? Также и с токеном. Относительно спокойно, постепенно. То есть мне нравится такой подход на самом деле. Такс. Ждем движухи от эс. Я вам рассказал уже об омнике, кто не видел, может посмотреть, почему я купил омни. И буду докупать еще омни. Рассказал вам, почему купил эс. Ну, во-первых, эс относится к этому серьезно. Эс прикольный чувак. За ним интересно следить, наблюдать. Что еще хотел бы сказать. Защищайте свои инвестиции. Я, блин... Кстати, на самом деле, это прикольная тема. Я не успел получать перманентных наградок. То есть, я не успел в лотереях получать. Из-за этого я не получу, допустим, сколько-то вот денег с прибыли. Поэтому, то есть, видите, тут еще прикольнее, что не все получают. Допустим, кто-то забыл, как я, да? И поэтому те, кто вот участвовали во всех лотереях, они получат приз. То есть, вот на столько у меня сейчас денег, да? 660 баксов. Идем дальше. Работаем. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Напишите вообще, как вам личность эса. Как вам его мувы, когда вы познакомились, узнали с эсом. Я... А, я не помню даже когда. Не, наверное... В начале года. Нет. В середине лета я попал в чат к эсу. Ну, когда все его хейтили за то, что он показывал, что такое арбитраж. Как-то, ну, его убили в том, что он расхальпивает арбитраж. То есть, за это будет слишком много народу, там. Это было угарено, когда все приватки, допустим, там. Это был падр и приват, там. Все, кто-то, зашли в чат эсу, что-то там смеялись. Еще. Поэтому, так же, кстати, ссылочки на токен на эсу будут в описании. Вот, как-то так. Не, ну. Холдер эс. Да-да. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова